Конференция творческого единения. Главной задачей это сохранение, развитие и популяризация народного творчества, традиционных ремесел и этнокультурных традиций. Самое главное укрепление межрегионального культурного сотрудничества. Мы находимся во дворце с резолитами дворцового комплекса Альденбургских. Здесь у нас сегодня очень значимое мероприятие, которое проходит в год культурного наследия народа в России. Это межрегиональный фестиваль-конкурс русской культуры «Троицкие обереги». И конкретно здесь у нас сейчас проходит кейс-конференция, на которой присутствуют не только представители Воронежской области, коллектива Воронежской области, но и Московской области, Мурманской области, Саратовской области, Тамбова, Архангельской области. И они сейчас говорят о дружбе и сотрудничестве между собой. Гостей и участников ожидала насыщенная разнообразная тематическая программа. Обзорная экскурсия по дворцовому комплексу Альденбургских, посещение двора полезных забав «Бирюлькин» для участников творческих коллективов «С Россией в сердце» и коллективов фестиваля «Троицкие обереги». «Сегодня мы уже работаем на территории Ромонского района. Это несколько программ, экскурсионная программа. И делимся опытом. Проходит в эти минуты кейс-конференция, направленная на опыт работы, демонстрацию опыта работы по национальной дружбе и согласию, как объединяющего фактора культурных традиций. Кроме этого, мы посещаем культурный интенсив, музей русской бани. Конечно же, это интересная экскурсия по дворцовому комплексу Альденбургских». На конференции обсуждался самобытный облик традиционной культуры Воронежского края, разнообразные народные обычаи, обряды, музыкальный фольклор, традиционный костюм и художественные ремесла. На конференции также делились опытом из Саратовской области. Рассказали про этническое народное пение, его особенности и приемы, а также показали примеры пения и их особенностей в разных областях. В завершении своего выступления хотелось бы пожелать всем творческих побед, взыкновений и благотворной работы. Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия – важное направление, к которому мы все стремимся. «Мы принимаем гостей из других регионов, и не только из других регионов, но и из других стран. У нас здесь есть группа «С России в сердце», которая приехала на наше мероприятие. Там участники, там наши соотечественники, которые проживают в Израиле, Франции, Белоруссии, Узбекистане. И все они познакомятся именно с нашей культурой и с нашей Воронежской областью. Также слов «ли» не зажимается одной гласной «и». Мы здесь формируем на задней стенке глотки букву «э», «а» на языке «я» на губах, букву «и». И получаем следующее вспомнение. «А до ноли, грянули, а до ноли, ве, ветры в поле улицы», ну и так далее. Для гостей выступила капелла ручных колоколов из Воронежа, исполнив средневековую современную музыку, не оставив равнодушных зрителей в зале. Музыка на ручных колоколах является одним из немногих коллективов Воронежа такого жанра. Музыка на ручных колоколах является одним из немногих коллективов Воронежа. Народная культура – это основа основ. Очень радует то, что сегодня многие традиции возрождаются, сохраняются и развиваются. Поэтому, наверное, наши проекты и дают возможность вовлекать и самое юное поколение в наш мир народной культуры, и пообщаться вместе. А самое главное, мы, общаясь творчески с коллективами из других регионов, изучаем опыт. Показываем свой – это хорошо, показать свое, но самое главное, мы изучаем опыты других коллег. Живое общение никогда ничем не заменишь. И в процессе этого общения появляются даже новые творческие идеи. Конференция была связана с русским искусством, в том числе с национальным искусством народов России. Для гостей прозвучало одно из сочинений Чайковского – балет «Щелкунчик». Если не сохранять традиции, то народ может утратить свои национальные черты. Именно поэтому создаются проекты, которые направлены на объединение людей и их активное информирование. Если в рамках страны не будет своей культуры, то люди станут активно перенимать устои, которые сформировались в других государствах.